В Чувашии ситуацию с коронавирусом мониторят в круглосуточном режиме. Для этого создана рабочая группа. О том, как предотвратить распространение COVID-19 на территории республики, говорили на заседании в формате видеоконференции с главами муниципальных районов и городов. В регионе работают специальные мобильные бригады, которые контролируют граждан, прибывших из-за рубежа и других регионов страны. На сегодня таких у нас 1553 человека. Первичная и главная задача – мы должны до пятницы понимать, где эти люди, соблюдают ли они режим самоизоляции, и насколько у нас организована система совместная проверки нахождения этих лиц на территории Чувашской республики. Карантин длится 14 дней. В течение этого времени пациент обязан находиться в режиме самоизоляции. Так, в Новочебоксарске из 252 приехавших благополучно прошли карантин 83 человека. Вопрос, что с остальными, пока остается открытым. Как вы до пятницы планируете их найти, определить их место расположения и выдать им предписание Роспотребнадзора, когда у вас на сегодняшний день имеются сведения о проверке только по восьми? То есть мы говорим более чем о 150 людях. Мы вручили 83 постановления. Из 171? Да. Остальные мы отработаем сегодня-завтра. У нас работают две мобильные бригады. А сколько в день одна мобильная бригада адресов посещает? Сколько? 20-30, в зависимости от удаленности. Поиски осложняются тем, что многие не проживают по адресу прописки. На выяснение фактического адреса проживания тоже уходит время. Шумуршинский район. 10 человек у вас стояло на контроле. Два из них находятся на самоизоляции. Восемь остальных где? Четыре проживают по иному адресу. Анализы отрицательные. Пока выясняем адреса четырех человек. Там из них двое в Казани. Москва и город Чебоксан стоят. Сегодня выясним. Но у вас, вы понимаете, да, что должны стоять фактически адреса, куда они должны дозвониться, опросить родственников, соседей, указать конкретный адрес, вот прям фамильно. Самодисциплина и самоизоляция сейчас то, что может помочь. Жители просят быть сознательными, выдерживать двухнедельный карантин и не выходить из дома без острой необходимости. Рифат Ваткулин, Валерий Резюков, Республика.